К нам присоединяется генерал-майор запаса СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун. Виктор Николаевич, здравствуйте. Рады видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Итак, по итогам вчерашнего заседания в Брюсселе есть хорошие новости для Украины и для Воздушных сил Украины. Об этом говорил министр обороны Украины Алексей Резников. В нашем эфире в начале недели спикер ВВС Украины Юрий Игнат говорил также, что уже сформированы списки тех пилотов, которые будут обучаться и уже, по всей видимости, обучаются управлению F-16. Как считаете, сколько пройдет времени до того, как мы услышим, увидим в небе Украины эти самолеты? И, собственно, какая миссия будет возложена на F-16? Каких результатов ожидаем? F-16 это самолеты, которые в комплексе с системой ПО должны обеспечить нам прикрытие неба, комплексное прикрытие неба, потому что некоторые системы, используемые на этих самолетах, они совместимы с темой системы ПО, которая уже поставлена Украине. Понятное дело, что это не полноценная система, которая может заменить то, что есть у наших партнеров НАТО. У них есть намного более мощные такие рычаги. Это, в первую очередь, самолеты раннего предупреждения, так называемые аваксы. Еще какие-то комплексные защитные мероприятия. Поэтому мы так понемножку, такими небольшими шажками, все-таки идем в том направлении, в котором нам надо. Нам надо полностью закрыть наше небо. Это раз. А во-вторых, нам надо понимать, что вооружение, которое используется нашими самолетами, старыми советскими образцами, оно тоже заканчивается, и брать его негде. А вооружение, самое основное, это ракеты, земля, воздух, земля, воздух-воздух, которые используются, F-16, они есть в большом количестве наших партнеров. И это поможет нам, в первую очередь, не только обеспечить наши вооруженные силы, но и противостоять противнику на более дальних расстояниях. Потому что некоторые системы вооружения достаточно далеко можно использовать. И таким образом не подпускать к линии разминчения и к нашим границам самолеты противника. То есть это расстояние может в лучшем случае даже доходить до 160 километров. Не думаю, что нам сразу придут такое вооружение, но в радиусе 100 километров это намного лучше, чем то, что сейчас у нас есть на вооружении. Поэтому появление этих самолетов, я думаю, скорее всего, надо реально смотреть на ситуацию, не скорее, чем середина сентября месяца, это в самом лучшем случае, а так, скорее всего, что октябрь месяц. Это если все пройдет правильно, если у нас все будет нормально и на фронте, и в стране. И главное, если мы сможем подготовить не столько летчиков, сколько инженеров, которые смогут обслуживать эти самолеты. Виктор Николаевич, сегодня мы видели утром и воздушную тревогу, и новую ракетную атаку на нашу страну со стороны российских оккупационных войск. По сообщениям Воздушных сил Украины, было уничтожено 6 кинжалов и 6 калибров. Если говорить еще в этом контексте о самолетах F-16, скажите, насколько они могут быть уязвимы? Мы понимаем, наверное, что уже россияны готовят себе какие-то методички и будут рассказывать о том, что они перещелкали тут у нас и «Хаймарсы», и «Петриоты», и теперь вот и F-16. Ну, самолет есть самолет, он и в воздухе, и на земле всегда будет уязвим. Все зависит от наших сил противовоздушной обороны, от наших систем раннего оповещения. Поэтому я и говорю, что если бы мы в комплексе готовились к обороне, то нам надо думать о тех же системах радарных, которые могут предупредить в ранней стадии возможность нападения на наши объекты, в первую очередь военные. И это как раз, я думаю, сейчас решается на уровне Генерального штаба Министерства обороны. А так, надо готовить самолеты к закрытым площадкам, надо готовить те площадки, которые не знает враг, которые не соответствуют тем старым картам, по которым они до сих пор еще бьют по нашей земле. Поэтому думаю, что наши готовятся и к этому. Это же комплексная подготовка. И сокрытие мест базирования и контрразведленное обеспечение пребывания этих самолетов, на наших аэродромах. Все это в комплексе должно решаться. Поэтому я надеюсь, что те месяцы войны, в которых мы сейчас существуем, и те потери, которые мы понесли, принесли не только какой-то горе, но и какой-то опыт. Поэтому надеюсь, что самолеты будут сохранены. Виктор Николаевич, на этой неделе мы видели и слышали большое количество слов поддержки нашей страны. Мы видели, что США, Великобритания, Италия, Канада объявили о новых пакетах помощи. Акцент, в частности, на усилении ПВО, на передаче ракет для ПВО. Скажите, чего ожидать от российских оккупантов, как вы считаете? Они ведь, вероятно, теперь будут пытаться истощить нашей системы. И ракетный и дроновый террор, он продолжится. — Однозначно. Это единственная тактика, которую они сейчас выбрали. Использовать не большой промежуток времени, до месяца, а практически через день, в некоторых случаях даже каждый день, использовать небольшое количество ракет из пилотников. Просто доводить до иступления, как они думают, и население. И действительно истощать нашу систему ПВО. И таким образом пытаться, во-первых, сдерживать ее в районах базирования, не допускать ее перемещения в район проведения боевых действий. И обеспечить себе таким образом открытое небо в зоне боевых действий. Насколько это действенная и такая, приносящая какую-то пользу им тактика, не знаю. Но пока что Украине удается сохранять баритет в воздухе. Мы видим, что наши системы ПВО работают очень отлично, от 100 до 90%. Это уникальная вообще ситуация. Поэтому надеюсь на наших партнеров, которые действительно сейчас сообщили о значительном пополнении наших запасов, которые могут тоже истощаться. В том числе ракет ПЭТЛИА. Вот сейчас последняя информация была, что 64 ракеты будет передано от Германии. Поэтому каждая ракета насчет Украины, это, конечно, плюс к нашей жизнестойкости. Да, эти ракеты очень нам важны, потому что вчера были сообщения от Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что Россия сейчас стягивает ракетные войска на границу с Украиной. По имеющимся данным Генштаба, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса «Бал». Виктор Николаевич, расскажите, чем опасно, собственно, это оружие? Как противодействовать возможным атакам? Ну, вот эта система, она фактически никогда не использовалась по земле. Она была предназначена к использованию как береговой комплекс против корабельной группировки, которая могла подходить к берегу. Ее переработали, модернизировали, увеличили расстояние, как они говорят, расстояние от 250 до 500 километров. И надо понимать, что это еще одна баллистическая система, то есть ракеты баллистические, которые есть в определенном количестве на территории России. И они будут использоваться по нашим, я так подозреваю, не только военным объектам, но и гражданским инфраструктурным объектам на территории, в том числе и областных центров. А самая лучшая территория, от которой можно по прямой бить, в том числе и по Киеву, это действительно гарница с Украиной в Брянской области. Поэтому, правильно сказали наши военные, очень тяжело будет перехватывать баллистику, поэтому надо думать, как уничтожать эти комплексы на стадии их развертывания на территории Российской Федерации. Поэтому я надеюсь, что разведка работает, и если будет прилет каких-то дронов, пускай они туда не удивляются. Виктор Николаевич, скажите, вот эти ракеты этого комплекса БАЛ, насколько это высокоточное, невысокоточное оружие? Вот проблема в том, что точность его очень сомнительная. Она все-таки используется по кораблям, которые находятся в море, и там нет пустующих объектов. Это произведено та же самая ракета, если помните, была использована по Днепру, когда точность ее прилета была вообще невозможна определить, потому что она в первую очередь рассчитана на уничтожение большого объекта на чистой территории. То есть таким образом пролет ее по территории, где есть много строений, много объектов, большая опасность, что она уйдет в сторону, и точность ее попадания будет сомнительной. Поэтому действительно это такая ракета, я бы сказал, массового поражения, потому что предусмотреть, куда она улетит и какой будет результат, не на воде, а на суше, вообще непредсказуемо. Скажите, а какой заряд она несет? Насколько она мощна? Ну, мощность ее, если честно не помню, по-моему, около 200 килограммов, там плюс-минус. Надо просто точно посмотреть, извините, не смотрел. Но она не очень больших размеров, это не те ракеты, которые используются в огромных количествах, но то, что она не столько берет единичными, сколько такими залпами, да, то есть они могут посылать в одно и то же самое место несколько ракет для того, чтобы добить объект. Поэтому, ну, будем смотреть, это одна из тактик истощения нашей ПВО. Если одну ракету можно перехватить, то несколько молот просто не успеет. Да, вы справедливо отметили, что теперь работа за нашими разведчиками, за нашей службой разведки и все подобного рода комплексы, которые сейчас размещаются у приграничья с Украиной, это законные цели ВСУ и вполне возможно будут уничтожены. Виктор Николаевич, давайте детально поговорим теперь о ситуации на фронте. Минобороны Украины ежедневно говорят о том, что происходит сейчас в нашей линии фронта, есть определенные успехи. Мы видим кадры уничтожения техники оккупантов на фронте. И вот если говорить сейчас о технике, которая, собственно, есть у Российской Федерации, как много они ее накопили за зиму и за весну, и какие образцы вывели сегодня на поле боя? Ну, на самом деле, надо понимать, что каких-то там суперсовременных образцов техники пока что не обнаружено. Основная техника, которая можно назвать новой, это модернизированные танки Т-80 разных модификаций. Были, попадались танки Т-90. Просто есть новая техника, которая поставляется в Российской армии, это системы радиоэлектронной борьбы, различные контрабатарейные системы. Но в основной своей массе это все-таки техника, которая снята с кладов и модернизирована для количества. Поэтому говорить, что вот есть массовое появление новых образцов, ну, невозможно. Я так подозреваю, что все-таки на фронт отправляется не лучшая техника, потому что они понимают, что ее уничтожение это буквально считанные дни, если не часы. В основной своей массе Россия все-таки пытается остановить Украину не столько техникой, сколько подразделением пехоты, которая укрепилась на тех или других рубежах. В Генштабе Вооруженных сил Украины говорили неоднократно, что сейчас враг Украины-Россия часто использует на фронте свою авиацию, имеет превосходство в воздухе. Но, тем не менее, наши бойцы планомерно уничтожают и авиатехнику. Буквально на этой неделе минус нули вертолет К-52. И именно этот вертолет накануне стал трехсотым уничтоженным вертолетом России за эти 16 месяцев вторжения. Виктор Николаевич, как оцените эти потери? Возможно, они несущественны, но достаточно приятны. Ведь с техникой часто погибает и пилот, а эта единица, как мы понимаем, воспитывается на протяжении длительного времени. Ну, смотрите, уже есть информация, что 301 вертолет, сегодня еще один минусовали. Поэтому цифры, которые говорят сами за себя, за тот период войны, которую проводит Россия, она потеряла вертолетов где-то в 5 раз больше, чем потеряла во время двух чеченских войн. За всю чеченскую кампанию, за две чеченские кампании она потеряла около 60 вертолетов. И при этом, что интенсивность боев там была не меньше, чем сейчас тут. На самом деле, это очень сильные потери для Российской Федерации, потому что действительно, не сколько самолетов, не сколько железа, сколько летчики, это невосполнимые потери. И мы уже видим даже по званиям тех, которые уничтожены, летчики противника, что это уже не майоры, подполковники, это в основной в своей массе старшие лейтенанты и капитаны. То есть, пришло то поколение, которое буквально еще несколько лет назад было курсантами. Есть информация о выпуске курсантов для того, чтобы усилить некоторые подразделения и кинуть их в систему подготовки уже в самих боевых частях. То есть, это уже такой, грубо говоря, принцип курса выстрелов, которые еще проводились в СССР во время Второй мировой войны. Это тоже не придает им какой-то целостности. Надо понимать, что в российской армии за последние десятилетия сложилась очень серьезная традиция, когда молодые офицеры, получив образование и получив какие-то системы навыков, как правило, увольнялись из армии и пытались уйти в гражданскую авиацию за границу. И это была система такая очень мощная. Сейчас это стало фактически невозможным. Во-первых, российский паспорт токсичный, а во-вторых, наши волонтеры, которые вычисляют летчиков, которые принимают участие фактически в террористических актах на территории Украины, в убийствах мирных жителей, их фамилии точно находятся в черных списках. И пребывание в тех или других воинских частях, оно очень токсично для них. И это подтвердило ситуацию, когда один из офицеров российской армии перешел нелегально на границу, офицер-вертолетчик, и сдался властям Латвии, если не ошибаюсь. И он как раз очень много рассказал про ситуацию среди летчиков, про их настроения, про нежелание некоторых из них принимать участие в этой военной кампании. И еще раз подтвердило, что не все так хорошо в них, именно в середине этих так называемых элитных военно-космических войсках. Да, бегут потихоньку от Путина. Бегут и инженеры, которые настраивают ему связь, и рассказывали тоже о том, как живет сейчас бункерный диктатор. И, собственно, теперь вот бегут уже и летчики, и также рассказывают всему миру о том, что происходит сейчас, какие процессы происходят внутри российской оккупационной армии. И еще о процессах, которые, собственно, происходят там. Давайте обсудим сообщение от Минобороны Великобритании. Речь пойдет о военном преступнике Пригожине. Далее цитата. «Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского эстеблишмента. 1 июля 2023 года крайний срок для подписания контрактов наемниками, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте». Виктор Николаевич, что Вы скажете об этой публичной войне, публичном конфликте, который действительно за последние несколько месяцев набрал невероятных оборотов? Ну, действительно, очень интересно наблюдать со стороны вот эту фрагментацию силового блока Российской Федерации. Надо понимать правильно очень такой интересный момент. Министерство обороны выдало свой приказ о подписании контракта с добровольцами только касательно тех, которые пребывают на линии фронта, непосредственно принимая участие в боевых действиях. Поэтому, наверное, пригодится на один из тех факторов, что он вывел свои части, то, что осталось от Вагнера, в тыл на какие-то там целовые базы. Именно тот вариант, чтобы они не попали под действие этого приказа. Как он будет выходить в дальнейшем? Будет ли он принимать части военных действий? Потому что военные действия теперь, действительно, после первого числа будут принимать только те, которые подписали контракт с Министерством обороны. Очень тяжело сказать, потому что часть сотрудников Вагнера это контрактники Главного управления Генерального штаба, то, что мы знаем, ВРУ, военная разведка. И они и так находятся в системе Министерства обороны, что ему позволяло вести себя так высокомерно по отношению и к кадыровцам, и к некоторым русским военным, которые находятся на обыкновенных должностях. Пригожин такого иммунитета не имеет. Он больше надеется на свой имидж медийный, имидж человека, за которым кто-то там стоит. Насколько ему хватит сил, будем смотреть, потому что не так много времени осталось до первого числа. И как его позиция будет меняться, тоже будет интересно. На самом деле в Российской Федерации огромная проблема именно с подразделениями, которые готовы наступать. То есть с такими штурмовыми подразделениями. И это показала компания их в Бахмуте, что никто не может заменить вагнеровцев, которые имеют стимул совершенно другого порядка. Стимул освобождения от уголовной ответственности, стимул денег, стимул каких-то там преференций в будущем. И никакие кадровые подразделения Российской Федерации не способны заменить их на линии огня. Насколько России сейчас нужны стурмовые подразделения? Ну, пока что они, по-моему, кроме каких-то мелких контратак, ничего не проводят. Будем смотреть. Возможно, Вагнер покажет себя в другой ипостасе, как одна из силовых структур, которая может принять участие в политических играх на самой территории России, в внутренних каких-то разборках. Это более приемлемо для Украины, потому что чем дальше они от нашей границы, тем легче для нас. Виктор Николаевич, еще о состоянии оккупационной армии хочется поговорить. Пригожин неоднократно хвалил украинские силы обороны, конечно же, без внимания не оставлял собственную военную компанию. И очень часто на языке россиян, так сказать, дискредитировал армию Российской Федерации. Вот если считать и говорить о том, что частичная мобилизация была объявлена Путиным в сентябре минувшего года, вот за этот период, который прошел по сей день, по 16 июня, как вы можете оценить, собственно, Z-войска? Что они действительно могут сейчас на фронте? Обороняться или все же бежать? Ну, с обороной у них тоже не сложилось. Не будем шапкозаказательством заниматься. Есть моменты, когда они действительно держат оборону и держат удар. Но это в основном за счет огромного количества личного состава и той бронетехники, которую они попытались собрать на одном из конкретных участков. Чем они самое интересное запомнились за время этой кампании? Они очень боятся окружения. Это для них просто смерти подобно. То есть, если украинские войска появляются где-нибудь в тылу, даже не полное окружение, а какие-то там тактические клещи, то моментально российские войска проявляют жест доброй воли и добровольно уходят с этой территории. И это как раз то, что помогает нам в какой-то мере сохранять наши города. Потому что брать в лоб тот или другой город – это смерти подобно, во-первых, для себя, а во-вторых, для местного населения. Ну, если город еще в более-менее нормальном состоянии. Вы посмотрите, как сейчас фактически освобождается Бахмут. Никто не заходит в Бахмут и не освобождает его тем методом, который пытался это сделать Бахмут. Бахмут обходится по флангам. И я думаю, что если все нормально пройдет, как оно идет сейчас, то за несколько дней русские просто вынуждены будут проявить жест доброй воли и отойти с этих позиций. И мы увидим город уже под контролем Украины полностью. – Виктор Николаевич, еще хочется с вами один вопрос обсудить о нововведениях, которые внедряет сейчас российский террористический режим. Известно, что сейчас Россия активно занимается набором на войну против Украины иностранцев. Обещаем различные льготы для этого. Собственно, Госдума на днях приняла во втором чтении поправку об упрощенной выдаче вида на жительство иностранцев, которые заключат контракт на службу в российской армии. Как считаете, кого заинтересуют, собственно, такие предложения? И что можете сказать о том, кто уже сейчас из иностранцев воюет на стороне зла, на стороне Российской Федерации? – По информации заграничных, у них есть цифра 93 гражданина Средней Азии. В первую очередь, это в большей своей степени граждане Таджикистана уже погибли во время этой войны. То есть это подтвержденные, я думаю, что погибших намного больше. Но именно подтвержденные, что это не граждане Российской Федерации. И если они попадают, ну то есть если их тела попадают на родину, это такой взрыв возмущения, потому что никто не ожидал, что кто-то будет умирать. Все думали, что подписываешь контракт, там где-то что-то будешь чем-то заниматься, плов варить, и в конце концов все у тебя хорошо сложится, и тебе будут гражданство России, а твои дети и родственники этим воспользуются. На самом деле все намного хуже, и никто тебе ни денег не дает, ни каких-то там преференций в будущем. Поэтому в основном направлено на безрамотную часть астербайкеров, которые в огромном количестве в свое время появились на территории Российской Федерации. Таким образом Россия решает несколько вопросов. Во-первых, обелечивает своими паспортами этих граждан, то есть она вводит их в парадиму законодательства, замещает их своими гражданами на поле боя, и, как правило, не выплачивает потом компенсации, потому что найти каких-то родственников, или узнать, был он гражданином России, и точно ли он воевал, они все это скрывают. То есть есть тело, будет компенсация, нет тела, нет компенсации. А кому он нужен на территории Украины, если он погиб в каком-то местном штурме? Поэтому это просто обман, и граждане этих стран просто попадаются на удочку пропаганды Российской Федерации, к сожалению. Да, и хочется напомнить о том, что сегодня, согласно данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, потери Российской оккупационной армии на линии фронта составили уже 218 500 российских военных. Собственно, всех и ожидает одна и та же судьба, и всех тех, кто придет на наши украинские земли. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за ваши комментарии и аналитику. Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго.